Во-первых, хочу откомментировать тот сюжет, где показывали спортсменов, которые занимаются на площадке, которые забетонированные покрытия. Хотел сказать, что ко дню города мы постараемся в парке Манганаровском сделать нормальное покрытие, там резиновое, которое должно быть на таких площадках. Там есть проблемы с подрядчиком, но я очень надеюсь, что после общения со мной он немножко пришел в себя и сделает это ко дню города, этот подарок, точнее не подарок, а исполнит свои обязательства. То, что касается того же сквера, который показали, это действительно сквер каскадный, и у нас есть в планах желание его отреставрировать, привести его в порядок в следующем году. В этом году есть желание привести в порядок два парка, это парк Солдата, по-моему, он находится в Варваровке, который такой между двух дорог, и второй парк, раньше он назывался Комсомольский. Это когда спускаешься на въехт-клуб, где трамвайные пути, там справа и слева, и сейчас слева циркушку построили. Есть планы по реставрации парковой зоны. Для меня парк это вот такой вот, ну скажем, есть лес, да, это идешь по лесу, там красиво и не видно края его. А вот парк для меня это место, где ты идешь, где трава, где нету порослей, где земля не вот такая вся перевернутая, просто плоская, и видно, что там сзади есть жизнь, то есть свет, понимаете, то есть не просто, чтобы там пусты и все, все это было не причесано. То, что касается, в общем, развития парковой инфраструктуры в городе, ну, надо говорить откровенно. Не развивалась она не потому, что не хотели, а потому, что не было денег. Да, то есть, в общем, деньги сейчас начали появляться, но все надо делать, еще такая проблема, знаете, мы все делаем вот так вот, даже не скажу, не профессионально, давайте вот как-нибудь сделаем, да, там какой-нибудь что-то прилепим, что-то как-то сделаем. Не, надо уже делать конкретно, разрабатывать стратегию развития парка. Если в парке должна быть зона платных аттракционов, то считаю, что да, город, да, государство неэффективный собственник чего-то, что приносит деньги, потому что люди не заинтересованы в том, чтобы это работало лучше, чем вчера. То есть, если мы разрабатываем концепцию парка, и там есть хороший лунопарк, и кто-то на этом готов зарабатывать деньги, давайте не тратить деньги из бюджета налогоплательщиков, а улучшим инфраструктуру, а парк пускай строит кто-то, кто будет 50 лет им зарабатывать. Понимаете, наш парк Победы, и я рад, что мы наконец-то отсудили уже его, ну, с тем, кто его взял на 50 лет в аренду, он не развивался, то есть люди очень много декларировали, но ничего не происходило. То же самое там с парком Петровского, который нынче народный сад. Сейчас тоже будем его приводить в порядок, там, ну, наводить там, ну, скажем, марафет. И это все потому, что, конечно, в рамках децентрализации, в рамках того, что у нас появилось больше денег, мы можем начинать уже планировать такие вещи. То есть, когда говорят, ну, вот, спасибо, что вы там делаете, я говорю, что, ну, дороги чините. Я говорю, ну, мне тут не спасибо, это спасибо налогоплательщикам, потому что они работают, стараются и платят налоги. Николаевцам, которые любят свой город, опять же, не на словах там, и не стремятся отсюда уехать. Найти причин, чтобы уехать – миллион, знаете. Найти причин, чтобы остаться, ну, как минимум, нужно одна любить свой город и хотеть его сделать лучше. То есть, здесь, знаете, когда говорят, что здесь мало каких-то возможностей, наоборот. Так как здесь мало чего есть, здесь огромное количество возможностей. Нужно просто найти их и использовать. Вот, поэтому, то, что касается, ну, как бы, планов, в этом году мы много чего не сделаем, потому что плохо запланировали в прошлом, скажем так, какие-то изменения. Но уверен, что в следующем году нас ждет больше изменений, больше новой парковой инфраструктуры, больше сотрудничества и с частным бизнесом, и в том числе и в рамках трассы здоровья.